Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире постоянная передача «Любовь и верность». Это передача о семье, ну и о всех тех обстоятельствах, явлениях в жизни, которые связаны с семьей, с добрачным, иногда, увы, послебрачным периодом, чего бы не хотелось. И наши передачи направлены как раз на то, чтобы семья создавалась и сохранялась в заповеданной нам, нашими боголюбивыми предками, целостности, чего в наше время явно не хватает, как мы с вами знаем. Ну, веду передачу. Я, Валентин Лебедев, редактор журнала и сайта «Православная беседа». А в гостях у нас, те, кто видит по видео, тот уже узнал, Людмила Аркадьевна Ребетенко, психолог. Здравствуйте, Людмила Аркадьевна. Здравствуйте. И руководитель, лидер движения «Семья, любовь и отечество». Мы часто говорим с ней как православные граждане на общественные темы. Это вызывает, надо сказать, ваш большой интерес. Ну, вот оказалось, с каким-то течением времени, ну, я для себя открыл, что не менее, чем вопросы политические, церковно-политические иногда, не менее знает Людмила Аркадьевна, так сказать, из как раз основного нашего предмета, и будучи психологом, из психологии межличностных, мужских, женских, семейных отношений. И поэтому с радостью пригласили мы сегодня ее поговорить на очень важную, как кажется, тему. Ну, я уже говорю, что мы говорим о семье и о том, что мешает или созидает семейные отношения, вводя вас в курс еще раз темы нашей передачи, тех, кто, может быть, первый раз слушает все-таки. Есть такие люди, хотя уже привыкли. И вот последние два месяца, наверное, мы говорим о деструктивности, которая разрушает отношения между людьми вообще, кстати сказать, ну и в семье особенно. Но это нам знакомо, увы, печально. Вот, мы говорили о ревности, мы говорили об одиночестве, вот, которое возникает в результате охлаждения, неправильно построенных отношений, распада отношений, вот. Это такие печальные явления, вот. А не так давно просто с Людмилой Аркадьевной говорили мы о грубости, вот. Которая тоже, естественно, разделяет людей, которые являются примером и для детей, копирующих потом вот этот вот самый печальный, даже не опыт, а пример, конечно, родителей. Ну и который может кончиться вообще, бог знает чем. Тут, сами понимаете... Кончится их опытом, да? Ну и опытом, а потом и грубость может кончиться любым скандалом. Все это связано часто не просто с хамским поведением, который терпит, как рассказала, между прочим, нам Людмила Аркадьевна, что некоторые женщины вообще терпят это. И такие отношения утверждаются. А потом, пример, берут дети, например. Но я просто усиливаю проблему и говорю о том, что может кончиться это и просто смертоубийство на семейной почве, да? Может. Может, ведь очень часто сообщает нам полицейская-милицейская хроника, что чаще всего, кстати сказать, так и бывает. Не какие-то там жуткие злоумышленники, а вот супруги подрались на кухне. А если он еще и пьет, так это, ну как не подраться-то? В результате кто-нибудь, кого-нибудь стукла сковородкой. Вот вам и пожалуйста. Ну, хорошо бы сковородкой, да? Ну, а сковородкой, знаете, тоже тяжело. Ну, да, это не... Может, плохо закончится. Не горшком детским, а сковородкой. Но вот по многочисленным просьбам наших радиослужителей, читателей, сегодня вы решили не продолжить, а изменить тему. И именно для этого я пригласил Владимиру Аркадьевну, потому что поступили заявки после передачи о грубости. Мы же с вами не только по телефону общаемся. Кстати, напомню, телефон радиостанции Радниш прямого эфира 9595939, ну и преамбула 4959595939. Многие его знают, конечно, но все равно я должен его напомнить. Ну, и пишут и письма, и по компьютеру, вот, то есть по почте. И так приходят по телефону, негласно звонят. И вот всех волнует другое, обратное. Ну, грубость, ну, одиночество, ну, ревность. Ну, а что, хороших семей не бывает? Бывают, скажем мы. Ну, а что же, на чем держится? А где, спросил один радиослушатель, собственно, нежность? Вот помните песню такую? Вот, еще и советских времен. Из одноименного фильма, как говорят. Из одноименного фильма, да, как говорят, хотя фильм по-другому называется, но песня эта известная, да, нежность. Ну, а вот, да, как быть с нежностью-то? Как быть с теплом между супругами? Такое впечатление, что все уже смирились, наш радиослушатель, или мы, ну, те, кто живет по нескольку лет, и об этом как бы и не думают. Лишь бы не было грубости, лишь бы, ну, чего-нибудь еще не было бы. А измены там, а как с нежностью? Вот нам пишет Павел, вы говорили в своих передачах о верности. Вот, ну, что является основой верности? Ведь измена происходит, как он думает, ну, наверное, отчасти прав. Я вот сейчас спросил меня, Аркадий, ну, тогда, когда человеку не хватает счастья. Он считает, что счастье является закономерным, ну, условием, вот, семейного благополучия. Возможно ли счастье без нежности? Ну, в каких-то передачах, я помню, с отцом Александром, с нашими священниками, мы говорили, что такое вообще счастье, так, глубинно, в христианском понимании, у нас православная передача. Мы сейчас имеем в виду такое весеннее, наверное, счастье. Так вот, именно, Аркадий, так сказать, счастье связано ли с нежностью, вот, и держится ли на нежности семья? Ну, мы, все вопросы, которые мы обсуждаем, они имеют действительно очень глубокий смысл, и именно поэтому вызывают, наверное, такое внимание, потому что каждый хочет разобраться для себя, в чем это заключается, и смысл жизни, и счастье, и нежность. Ну, может быть, начнем с такого провокационного вопроса, который задал один из слушателей. Почему происходит измена, не хватает счастья? Ну, мы, наверное, с вами должны думать, что счастье – это то, что добывается любым путем. Это как самородок золота, ради которого можно кого-то пристрелить. Ну, ведь счастье – это, в первую очередь, категория нравственная, поэтому разве может что-то нравственное получиться из ненравственного поступка, безнравственного? Поэтому, ну, если это измена, это путь к счастью, то это, конечно, самообман, и говорить об этом просто, ну, невозможно даже обсуждать. И важный вопрос, который мы сегодня поднимаем, он, наверное, требует внимания и размышления всех слушателей, потому что, наверное, Владимир Владимирович, мы с вами обсуждаем вопрос, который вообще не обсуждается никогда – нежность семье. Вот мы с вами уже говорили, но я для слушателей приведу пример, как я однажды разговаривала с одной мамой, которая мне жаловалась на то, что ее маленькая четырехлетняя дочка, очень симпатичная такая, беленькая, ангелочек с голубыми, огромными глазенками такими, она все время куда-то уходит со двора. Кто-то ее позвал – она пошла, кто-то ей конфетку дал – она пошла. Гуляет там, за ручку любого взрослого возьмет, любого, которого она впервые видит, и идет с ними. И мама, безусловно, вполне оправдно тревожится, куда ее кто-то отведет, потому что времена неспокойные. И то, что всегда было предметом настороженности родителей, всегда родители говорили дочкам – ни с кем не ходи, никого не слушай, конфетки не бери, на щеночков смотреть не ходи, или котят. Ну, то есть ориентировали их на то, что этого делать не надо. Вот эта мама тоже самое делает, а дочка все равно уходит. И вот она уже пришла, и там в отчаянии, что мне делать. А я с девочкой разговариваю, она и со мной готова пойти. Она и… я говорю, пойдешь со мной? Да. У нее нет никакого стопора. Почему? И мы начинаем разбираться с мамой, и я маму спрашиваю, скажите, пожалуйста, а как часто вы обнимаете свою дочку или целуете? На что мама вдруг выдает мне совершенно неадекватную моим словам реакцию, начинает рыдать и буквально кричать. А почему я должна ее целовать и обнимать? Я не забочусь, я ее кормлю, и почему я ей должна еще вот это вот делать? Тогда мы с вами должны понимать и сталкиваемся как раз в этой ситуации с тем, что есть семьи, в которых есть как бы запрет на телесность, на объятия, да, на прикосновения, на какие-то нежные слова, на какие-то проявления чувств и, скажем, подтверждения того, что ты для меня важен и дорог. Еще один пример приведу из жизни молодой пары, которая, в общем-то, семейный быт их… семейная лодка разбилась о быт. Но быт он как раз выражался вот в том, что насколько мы готовы дарить нежность друг другу. Невесте, ну, уже молодой жене было 18, а мужу 20, ну, около 27, то есть большая достаточно разница в возрасте, очень симпатичная девушка, все это православная семья у нее, у него, и вот они поженились. В общем деле, друг друга там узнали, там, все им там понравилось, и они все… Ну, в общем, все совпало. Устремление, деятельность, там, социальная какая-то активность, активность, которая их объединяла. И вот они начали жить, и вдруг она, где-то не прожив года, семья распадается, она от него уходит к маме, и он ко мне приходит и спрашивает, что мне делать. И я начинаю узнавать, что происходило в этой ситуации. И на что он мне говорит, ну, вот была такая ситуация, я пришел, значит, там, раздеваюсь, там, с работы, уставший, она мне там что-то говорит, я на нее там рыкнул, она в слезы, а я говорю, а что, что ты, ну, ты хоть бы мне слово нежное сказал, а что говорить-то, муж уже поженились. Вот это вот отношение, я спросила, а вы что, прям так и сказали ей, вот этой молодой жене, 18-летней, да, совершенно, которая еще в этой романтической стадии находится, несмотря на уже вот такой семейный опыт. И он говорит, а что, почему должен стесняться? Я говорю, а как часто вы там обнимаете, целуете, просто благодарите за то, что она есть, там, конфеты, цветы дарите? Так не, ну это же мы все было, это вот до свадьбы-то, а зачем ты сейчас-то? И вот это вот, скажем, такое непонимание того, что человеку нужно, любому человеку подкрепление его, скажем, или, наверное, отражение себя в чувствах другого человека. Ведь мы живем как социальные существа, подтверждаясь все время тем, что мы существуем. Недаром вот для маленького ребенка психологи говорят, что нельзя ни в коем случае родителям применять такое наказание, как «я с тобой не разговариваю». Потому что это вербальное убийство. Очень часто, да, думают, шлепка не надо, вот как учат, а вот разговаривать не будем. А вот это вот самое тяжелое. Когда мама исключает ребенка из орбиты восприятия, она же не просто не разговаривает, она его не видит в упор, его нет. И для него это страшное наказание не тем, что мама просто не разговаривает. Он для нее умер, она его убила в эту минуту. Его нет, он не существует, потому что ребенок всегда отражается в восприятии матери. Точно так же и супруги отражаются в восприятии друг друга. И в семье недопустимо, я вот всем говорю, к тем, кто спрашивает, совета, что вы можете даже, может быть, какое-то, не то что грубое, но может быть, тяжелое слово сказать друг другу, потом попросить прощения, но ни в коем случае в семейной жизни нельзя допускать вот это наказание друг друга, «Я с тобой не разговариваю». Потому что один раз убил, второй раз убил, а на третий раз уже убивать некого, уже ничего не объединяет. Поэтому вот эти вещи, они антиподы, конечно, нежности. И за ними ничего нельзя найти в проявлении нежности. А нежность – это, ну, скажем, наверное, глубинные истоки нежности – это в нашем желании быть защищенным, в нашем желании быть защищенным любовью, теплом. Тем самым, что ты вынес из правильной родительской семьи, там, где тебя любили, да, и защищали вот эту любовью. И у нас это ощущение того, что я и в новой своей семье буду иметь то же самое, это будет тем же местом, куда я приду для того, чтобы, если надо, залечить раны, если надо, подкрепить силы, да, или просто увидеть добрые, любящие глаза, понимающие, которые не будут меня корить за то, что я что-то сделал не так, а просто поймут, даже если я ошибся. Вот это вот мое ожидание нежности должно всегда подтверждаться проявлением нежности другого человека. Если этого нет, мы, люди, чувствуем себя несчастными. Мы не отражаемся восприятия другого, как, скажем, как, ну, ни предмет, ни объект тут в этом случае не подходит, как, скажем, как тот человек, который достоин самых теплых чувств. Нам приходится все время тогда доказывать, что я что-то там значу в жизни того, с кем я нахожусь рядом. Вот, Алина Анатольевна, это все мы с вами согласны, и я, и наш радиослушатель, очевидно. Вот у нас наступают такие вещи, вот, о которых, конечно, надо говорить нам. У нас передача взрослая, вот, и вообще надо говорить. В чем выражается нежность? Только ли в слове? Мы очень часто, у нас все-таки радиостанция Радни, что православные передачи у вас, православные движения, журналы, потому что православные мы обычно вещаем на темы семейных отношений достаточно строго. И как-то, мы все время обходим то, что отец Дмитрий Смирнов правильно называет родовыми отношениями, как глава Патриаршей комиссии по семье. Просто это авторитетно, поэтому я вот так вот тоже называю. Ну и все, что с этим связано. Мы как-то, в общем, упускаем все православные авторы, православные ведущие. Мы говорим высоко, что задача, что семья, что счастье, это продуктивная жизнь, например. Все говорят, да, да, кивая так, да, высоко, что он еще в чине венчания нам сообщает церковь о том, в песнопении, да, святые мученицы, о том, что не только радость нас ждет, но и испытания, и что мы должны терпеть. Вы смотрите, как такой, я помню одну-другую православную свадьбу, и всегда послушаешь, так надо расходиться. Ну, понимаете, встать про терпение, про суровость, про малую церковь, все кивают тост за тостом. И вот уже осталось последнее сказать, ну, а теперь, дорогие молодые, вот это самое, можете идти в разные стороны, потому что, очевидно, никакого счастья у вас не будет. Твой только продуктивная какая-то жизнь. Вот. Ну, действительно, мы как-то говорили с одним из наших священников, ведущих, о том, что идеальные супруги, которые живут действительно очень высоко, вот я специально сейчас хочу об этом вспомнить, которые живут так, как положено жить, насколько человек может, в малой церкви, они каждое утро приветствуют друг друга, Христос посреди нас. Ну, вот такие люди. Ну, снизим планку. И телесность, которая связана с нежностью, как это сочетается? Надо об этом ведь все-таки говорить. Насколько вообще прикосновение, тактильность важна. Вот, кстати, ребенка обнять, это да. Ребенка поцеловать, понятно всем. Он еще имеет такой кукольный все-таки образ. Он вроде не гражданин, он маленький. Его там тискают некоторые граждане, особенно приходящие навестить, подруги там, матери, предположим, тетки, тискают. Вот. А как быть взрослым человеком? Вот отсутствие телесности, вот в чем вопрос-то. Разрушает отношения? Нежность и телесность. Мы ставим тире, это обязательно или желательно? Вы поняли, о чем я сейчас говорю, да? Да, поняла. Но я думаю, что вот эти вот проблемы, они сейчас нарастают в последние, в течение последних, наверное, так, как бы мне лучше выразиться, ста с небольшим лет. Да, вот так даже. Даже так, да. И это связано с третьей промышленной революцией, с индустриализацией мира. Индустриальным обществом. Да, да, построением индустриального общества, в котором ставку сделали на женщин-работницы. Ага. И женщины-работницы стали выигрышным, так скажем, объектом трудовых отношений, потому что зарплату им можно платить меньше. Тогда еще было, да? И вот началось в Англии, значит, появились первые детские ясли, куда работницы сдавали при фабриках своих детишек маленьких, там, грудных, для того, чтобы идти на работу и помогать, и там, бюджеты носить какую-то копейку. Что стало происходить в этих детских учреждениях? Дети даже при хорошем уходе, даже в тех случаях, когда был очень хороший уход за этими детьми, они умирали. Да, ну. И это кто-то задерживался в развитии, а кто-то умирал. И не могли с этим понять. Ну, там разные придумывали названия этого, там, внезапная смерть младенца и так далее. Ну, да. Уже в 20 веке стали говорить, вот прошли там два столетия, да, практически, стали говорить, что это явление называется госпитализм, которое означает, что ребенок умирает в ответ на вот эту эмоциональную депривацию, я такой психологический термин вам применю, то есть отсутствие любви. Понятно, проще. И да, у него нет тактильного контакта, его никто не обнимает, не берет на руки, не качает, не говорит с ним, не смотрит на него, он просто лежит в кроватке, вовремя его покормят, там, из рожка дадут ему молочко, там, с хлебом, там, если мы говорим тогда про 19 век. И все. И оказывается, что без этого просто невозможно жить, и дети просто умирают. А те, которые выжили, остаются с неким грузом, о котором мы можем дальше сказать. Да, это страшное дело, действительно, продолжим этот разговор. Смотрите как. Да, пожалуйста, у нас пока что звонок, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Я с вами очень согласна в том плане, что вот слово можно, конечно, человек уничтожить просто, потому что, как известно, первое было слово, и какое слово было, мы тоже знаем. Вот особенно чувствительные к слову бывают женщины, потому что они более эмоциональны и более восприимчивы на слух. Я просто вот, знаете, и нежность семьи, это тоже очень важно. А потом этикет сейчас в школах не преподают этот предмет, а то, что мы видим в окружающей нас действительности, идти по телевизору и слышим. Видимо, это общение людей, в общем-то, видных довольно, и людей, которые политикой занимаются, журналистов. Какой пример вообще дети видят общение? Я просто хочу сказать, что вот я в свое время занималась с детьми, и, знаете, ко мне привели девочку одну, ну, ей где-то около 4-х лет было. Вот, такая умненькая, хорошая девочка. Мама у нее занималась с детьми ультенадосталами, а папа математик в математической школе работал. И вот, вы знаете, на детей принято улыбкой встречать. Конечно, естественно, я ей улыбнулась. И, вы знаете, она стала приходить даже не в те дни, когда ее группа была, а в другие мамы стала привозить. Я говорю, а что такое? Она говорит, ну, вот прям тянется. И, знаете, и вот подойдет, смотрит, и смотрит, смотрит. И я в итоге поняла, вы знаете, она улыбки этой ждет. Она так радостно в ответ улыбалась. И потом, где-то через год, она через два года ко мне ходила, ко мне пришла ее мама и плачет. Я ее спрашиваю, что такое случилось, что с вами? Она говорит, вы знаете, тяжело очень работать. Вот она просто выгорела. И она перешла на другую работу. И девочка изменилась. И мама сама улыбаться стала. Вот что значит семья, отношения к семье. А папа математикой своим делом занят. Спасибо. Сейчас надо нам пояснить, потому что мы заговорили тогда сначала о взрослых людях, о нежности, дошли даже до телесности. Но быстро у нас телесность оказалась пока что родительско-детской. Вот, между прочим, пока был звонок, поступил еще звонок по компьютеру. Да, вот Нина пишет. Отсутствие нежности в детско-родительских отношениях воспринимается как отсутствие любви? Вот об этом нам начала рассказывать. Ну да, мы сейчас как раз об этом и говорим. И как мы понимаем, то, как складывается наше обсуждение, мы понимаем, что надо смотреть, конечно, вот изнутри, оттуда, с детско-родительского контакта, потому что все корни наших проблем идут оттуда. Итак, значит, говоря, давайте такой экскурс. Мы сказали о промышленной революции, мы сказали о том, как это появилось. И вот тогда произошло первое разрушение вот этого детско-родительского контакта, где и телесность, где и эмоциональность. И вот это вот эмоциональная депривация, то есть отсутствие любви, депривация, это нарушение. Это страшное слово, которое трагично в контексте того, что ребенок не может сформировать базы доверия к миру, если у него эмоциональная депривация. Ну, грубо говоря, допустим, ребенок должен получить там, ну, к примеру, в жизни каждый человек, ну, мы условно совершенно говорим, должен получить 15 литров любви, да? Кто-то получает, вот купается в любви с самого рождения, а у кого-то вот, ну, вот там по капельке буквально, там на стаканчике, на донышке как это, да, нету. И, а жажда этой любви, она в каждом ребенке заложена как вот такой вот механизм выживания, один из механизмов, потому что это тогда потом включается, переливается, переходит, вот это вот продолжение рода там и прочее, все это вот подготовка к этому, и любовь для этого. И вот ребенок, когда он этого не получает в семье, он потом это ищет. И вот девочка, про которую я говорила вначале, мама правильно беспокоится, потому что в 6 лет, там, в 5 лет она идет просто за кем-то, кто ей там покажет котенка, там, и конфетку даст. А вот в 12 лет эта девочка уже пойдет уже за конкретными отношениями, и вот эти вот девочки такие безмамные, которые живут и с мамами, но у них нет контакта с мамами, нет любви родительской. Любви родительской, да, нежности. Вот, они как раз попадают в группу риска по, вот, скажем, вот этим... Половому признаку. Мягко, да. Мягко, да. Женщин, как сказал наш президент, со слабой социальной ответственностью, да. То есть они идут за любовью и попадают, и ищут любовь там, где они не могут определить, понять. Но у них даже нет вот этого определителя, они очень слабы в этом. То есть как интересно, дорогие родители, мы узнаем, что у Аркадьевны очень интересные вещи. Оказывается, так сказать, будущий порог развивается, ну, например, входящий уже в обиход, если он не исцеляется, тем более в нецерковных отношениях, вот, просто из-за отсутствия... Из-за отсутствия любви, да. Из-за отсутствия любви, да. Из-за отсутствия любви, да, и такая девочка идет уже... Из-за других склонов. Да, она уже идет и говорит, что с такой, вот она в нормальной семье была, пошла по рукам, да. Она, потому что пошла по рукам, мама там на работе горит днями и ночами, папа там математика или наоборот. Женщины от математики, это тоже самый тяжелый вариант, когда они только в сухой науке. Есть такое тоже мнение у специалистов, что аутизм тоже имеет в своих истоках вот таких холодных матерей. Воспитали холодные отношения. Воспитали холодные отношения. Функциональная депривация там в кубе, в квадрате, она распространена на всю страну. И вот что мы с чем столкнулись. И выросли одни поколения детей, которые лишены материнского контакта. Тактильно в первую очередь, когда ласкают, когда гладят. А гладить это не просто так. Это при этом человек, ребенок получает представление через обратную связь от рецепторов, вот когда вы погладили, о своем теле. Как оно выглядит, где его границы. Точно так же, когда пеленание, от которого сейчас отказались, оно тоже дает ребенку ощущение границы его тела. Да не зря в народе это все делалось. Сейчас, когда памперсы и до пяти лет НРС и НКПРС, да, когда, значит, ребенок с самого рождения буквально вот он вот так вот лежит и ручками машет, сам себя пугает. У него нервная система расшатывается. И у него нет представления о собственном пространстве. Он толкает вас в толпе и не понимает, что он сделал что-то плохое. Он может на вас навалиться, вас сбить с ног. Он просто не ощущает себя в этом пространстве. Он не видит, что есть границы. И это вот оттуда идет. Вот видите, дорогие ресурсы, и памперс опасен. Опасен, опасен, да. Вот видите, получается, и отсутствие пеленания. Да, вот такое, да. Действительно, вот мы наблюдаем такие вещи. Небольшое отступление, я вот дальше спрошу. Вот одна важная вещь. Мы часто говорим с разными нашими экспертами, как сейчас говорят. И не можем никак вот, прошу вас были бурные звонки, договориться. Уж мы, коль, ушли в детство. А это очень важно в детство, потому что мы иначе не поймем потом дальше результатов. Да, я просто о том, что, смотрите, как любопытно. Тысячу лет жили люди, и жили в 19 веке, до начала промышленной революции, тем более постиндустриального, информационного общества, как сейчас говорят. То есть до теперешних, последних 50-60 лет. И было много великих людей. Великие полководцы, великие писатели, великие ученые, великие ученые разные, вот. Великие священники, великие священники. Ряд можно и мужчины, и женщины продолжить. А теперь все чаще пишут, а мы не обращаем внимания. Ну, человековеды какие-то там, обществоведы, философы, богословы. Психологи. Психологи, что нету великих людей. Все опираются ведь на законы. Пойдите в учебное заведение. Там висит кто-нибудь портрет на стенке теперешней. Ну, конечно, могут нынешнего руководителя повесить. Да нету практически. Где эти люди? Это же все, да не только ученые. Это же все люди в прошлом. По существу мы держимся. Кстати, наша мысль, вот что любопытно, заканчивается со ссылками. Крубая, вот, на середине 20 века. Сказал один, так сказать, человек, который этим занимается. Я подумал, действительно, а кого мы цитируем? А то и начало. Так вот, что любопытно. Мы сейчас говорим о том, о памперсе, о пеленании. Вот Лев Толстой, хоть он и с православием имел, как мы знаем, сложные отношения, но был гением при этом. Что не помешало ему, да, вести себя по-разному в своей жизни. Он помнил, ну, как человек гениальный. Ну, поверим ему, как его пеленали. Имеется, не в пятилетнем возрасте, конечно, как теперешних, каких-то с памперсами вот этих вот людей. А, ну, когда положено. То есть, понимаете, насколько это важно, дорогие расслушатели, о чем мы сейчас говорим. И поэтому я хочу задать такой вопрос страшный. Вот мама, мама на работе, мы у нас были передачи работать, не работать, отдать няне. Там, не няне даже, няне чужой человек, няне может быть мигрантом, даже не надо, чтобы она трогала. Опять возникнут ситуации с какими-то вот работницами и ясными в Англии или советским детским садом. Вот. А бабушки? Россия держится на бабушках, написал, так сказать, один из наших выдающихся поэтов. И это верно, я согласен. Меня воспитывал бабушкой, например. Бабушка, она как, когда трогает руками? То есть, есть ли разница, скажите, как специалист нам, бабушка и мама? Ну, няне, это понятно, что, наверное, все-таки не то, она не так трогает. Есть разница или нет? Ну, во-первых, я бы, наверное, отказалась от слова трогать, потому что это как-то вот... Ласкает. Почему? Ласкает, гладит. Таксильный контакт, ну, контактирует. Давайте, может быть, так. Контактирует тоже, простите меня. Ну, да, не знаю, давайте какое-нибудь другое слово. Ну, я думаю, что... Трогательно, трогательно. Трогательно, да, да. Когда она касается, давайте так, касается ребенка. Важно, чтобы это была мама. Если это нет мамы, то в орбите рода ребенок должен находиться. В орбите рода, то есть бабушка, следующий человек, да? Да. И бабушка – это тот человек, который касался мамы. Поэтому здесь связь прямая. И здесь нет той на уровне подсознания даже шибки, как говорится, да, вот, когда происходит поломка восприятия. Ну, если мы вернемся все-таки к депривации, нам очень важно сказать... Депривация – это отсутствие любви. Отсутствие любви, да. Эмоциональная депривация, так называемая. Отсутствие вот этого позитивного контакта и любви. Нам нужно сказать о том, что у нас в России, в бывшем Советском Союзе, в 20-х годах минувшего столетия выросло много поколений, в первую очередь, мам, безмамных мам. Вот этих девочек, которые были лишены любви, которые были воспитаны в этих яслях детских яслях. И психологи... Среди фабрик кухон. Да. Психологи называют это цикл депривации. То есть, когда у безмамной мамы родилась дочка, а у нее следующая дочка, у нее следующая, и уже несколько поколений выросли в состоянии эмоциональной депривации, беда в том, что мама такая не может дать своему ребенку любви. Сейчас я вас спрошу, как это исправить, а прежде вот у нас радиослушательница или слушатель звонит, хочет вас спросить у нас. Да, пожалуйста, говорите. Алло. Да, слушайте. Христос посреди нас, братья и сестры. Да, есть и будет, да. Я вас всех люблю. Мы все недолюбленные, недолюбленные поколения. Бог нас любит еще больше. Вы знаете, вот я одно время наблюдал за такой ситуацией. Было много бомжей, стало много бомжей на улицах. И в основном это были мужчины. Я как-то связался с тем, что, видимо, не было мужского воспитания. И потом сделал такое предположение, что если будет меньше женского воспитания, меньше женской любви, то появятся женщины-бомжихи. И вот сейчас они появились в большом количестве. Представляете? И вот еще одна вещь такая. Однажды отец Дмитрий Смирнов рассказывал о исследованиях в Америке. Там задавались вопросом, почему люди попадают в тюрьму. И оказывается, в течение пяти лет происходило это исследование. Оказывается, что если мамочка до пяти лет ребеночка не погладит каждый день минимум 17 раз, то такой ребеночек становится преступником. Да, спасибо. Еще такой, у меня вопрос еще, знаете, какой? Да, вопрос, да. Почему тогда, если знали о таких вот негативных явлениях, вот отсутствие материнской любви издавна, почему все это не использовали тогда в нашей практике научной? Да, спасибо. Вот на этот вопрос я быстро отвечу. Дальше, так сказать, уже специальные вещи у меня Аркадьевны Рябиченко. Она руководитель движения «Любовь, семья и отечество». Она сегодня рассказывает нам о нежности в семье, о нежности к ребенку, о нежности супругов, о том, как это важно. Вот, с ней беседую я, Валентин Лебедев, редактор журнала и сайта «Православная беседа». Журнал и сайт пишет об этом же, о чем мы говорим сегодня. В частности, вот, в том числе и о нежных или грубых отношениях в семье можно прочитать. Телефон студии «Радонеж», еще раз я вам напомню, 495-959-5939. Вот, ну, знать-то знали, я очень коротко, да, вот, но никто об этом не думал, а не было таких задач, вот, у этого общества и у этой власти, чтобы прививать какую-то любовь к детям. Совсем другие были, на самом деле, призывы. Люди поклонялись труду, например, вот, праздновали 1 мая, если говорить про нашу страну. Вот, и вообще трактор был дороже человека. Помните разных героев, которые спасали технику? Ну, вот, по крайней мере, мы еще в детстве читали. Да, 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 но гибли сами. Поэтому какие тут дети? Для того и построены фабрики, кухни были, вот, конструктористского вида, который сейчас пытаются снести, но вот их защищают там разные любители старой архитектуры. Для того и вот придумали детские сады и не только. Вот, ну, это вот такой ответ, а от вас все-таки более глубокий требуется. Ну, на самом деле у нас, я просто дополню, что вы сказали, в 20-е годы у нас та самая ювенальная юстиция, с которой мы сейчас боремся, вводилась целенаправленно. Да, конечно. Поэтому, какой там любви к родителям, никто не был в этом заинтересован. Как раз размыкали эту любовь, уничтожали целенаправленно, и мы имеем результат. Но мы, вот, к чему я рассказываю, такой экскурс провела, да? Для того, чтобы мы понимали характер общества, в котором сейчас живем. У нас сейчас вот этими стратегиями травмирована, ну, большая часть нации. Когда поколение за поколением воспитывалось в детском саду с самого начала, я когда вижу или там слышу, кто-то говорит, я вышла на работу, отдала ребенка в ясли, сейчас же ясли тоже есть. Вот, и она отдала ребенка в ясли, там, с двух месяцев, там, сама, или там с шести месяцев, мама сама отдала. Я не беру в расчет случаи, когда, там, ну, совсем никак. Ну, невозможно, да. По-другому нельзя, мама одна, там, бьется, там, для нее это выход. Конечно. Вот, но есть случаи, когда, что я буду дома сидеть, я там зачахну все. Да, мы об этом говорили в одной из передач. Мы говорили, да. Ну, когда ты, вообще, для тебя ребенок просто вот для галочки, что ты как все сделала, да, ты его родила, а дальше я пошла опять в офис, там, значит, и вот так вот. Ну, да, прическу сделала. Да, чтобы не зачахнуть, чтобы меня уважали, человека в себе видеть. Тут уже мы понимаем, что нет материнской вот этой вот составляющей в полной мере выраженной. И вот тогда как раз источник психических процессов, это вот оттуда идет. Когда цикл депривации, как я уже сказала, да, вот такие ученые слова... Депривация – это отсутствие любви, дорогие. Отсутствие любви. А цикл – это значит, что из поколения в поколение отсутствие любви просто культивируется, даже не культивируется, оно продолжается. Культивируется, когда целенаправленно делается. А тут вот человек, если, особенно фатально это для девочек, если ребенка маленького не любит, не дарит ему любовь в течение первого года жизни, он не получает, если 15 литров, условно говоря, любви, да, он потом не сможет передать, у него нет этого запаса, передать следующему, там, своему ребенку. А если это девочка, то вот и есть фатализм ситуации в этом, да, что она не сможет передать любовь своей дочери, а та не может своей, и когда поколение за поколением такие растут, а с 20-х годов уже сколько у нас выросло таких поколений. И мы сталкиваемся с обществом, в котором нет любви. Если мужчина, он, скажем, мальчик, он не так зависит напрямую от этой любви, у него другая программа, да, в человеческом мире, да, это завоеватель, да, это охотник, там, добытчик, он не так завязан на это. Но для девочки это фатально. Ну, и что касается мальчиков, то есть опасность. Вот когда сказали о том, что вот женщина, слово ранит, да, там, слушатель, да, слушатель, звонил нам, особенно, ну, я понимаю, что личный опыт женский, да. На самом деле, для любого человека тяжелое слово, плохое слово, это, как там, слово... Я хотел с этого спросить, что ж мужчине лучше, что ли? Нет, тут наоборот даже. Знаете, есть такая вещь, о которой, наверное, никто и не думает, это не знает, специалисты, но, не знаю, там, про 17 раз погладить ребенка, конечно, я даже засмеялась, потому что, ну, кто-то считал эти разы. Ну, да, это вообще. Да, любовь нужна. Но на самом деле, если мальчика до 5 лет размыкают с мамой, вот, отдают детский сад до 5 лет, мальчики могут просто вот этот разрыв не пережить. И они нуждаются, скажем, эмоционально, они более незрелые, чем девочки, и нуждаются и в прикосновениях, и в объятиях, и в добрых словах, словах любви, выражения любви от мамы где-то лет до 15. Хотя он уже такой большой совершенно дядя, да, в 15 лет, особенно сейчас, оказывается. И он будет сопротивляться, ну, что ты, я уже взрослый, там, отбираться, там, вытираться, да. Но если ты не будешь его обнимать и гладить по макушке, да, там, подпрыгивая на цыпочки, чтобы достать, и целовать щечку, то он почувствует себя несчастным. И для него это будет в какой-то момент, может быть, даже ситуация, когда он сломается. Поэтому тут очень важно все. Не надо там градацию проводить. Кому безопасно плохие слова получать, кому небезопасно. Это тут вообще без разницы, да. А я вот прошу сейчас, вы про мать все. Сейчас мы сначала, а вот жену, вот что важно. Мы сейчас ушли. Да, ну мы ушли в детство, чтобы понять. В детство крепко. Да, понять, чтобы потом с мужьями жулись. А у нас ограничено именно, так сказать, время. Вот звонок пока ответим. Давайте, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Валентин Владимирович и Ирина Яковлевна. Людмила Аркадьевна. Людмила Аркадьевна. Ой, простите, ради бога, Людмила Аркадьевна. Вы знаете, я на две секунды. Во-первых, я хочу подтвердить ваши слова, Валентин Владимирович. Ваш ответ человеку, дозвонившемуся. Он говорил, а почему же наши ученые этим не занимались? Вы знаете, когда мне было лет сорок, вдруг по телевизору я слышу интервью с дирижером мирового, с мировым именем. У него спрашивают, а что вы считаете главным в жизни? Ну, я как советский человек думаю, ну, работа. А он говорит, семья. Понимаете? А у нас никогда не была семья на первом месте. Правильно, правильно. Вот об этом мы и говорим. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Ну, вот, да, вот видите, наша радиослушанница это знает с большим опытом, что она жила и в тот период, сейчас другое у нас все-таки возрождается, прежняя жизнь, где-то, так сказать, свежие ручейки-то текут. Мы, собственно, работаем на этой ниве, на ней трудится и Людмила Аркадьевна Рябиченко, которой сегодня мы беседуем. Она возглавляет движение «Семья, любовь и отечество» известное. Вот как раз она работает на движении у членов, на восстановление традиционного образа жизни, в том числе и в первую очередь в семье, в межчеловеческих, мы имеем в виду мужчин и женщин в отношениях, детское воспитание. Но она при этом не просто человек со стороны, а опытный православный психолог. Я беседую с ней, я беседую, Валентин Лебедев, Владимирович, да, как сказала наша радиослушница, верно. Ну, как журналист я привык по имени уж говорить, но как хочется, редактор журнала «Православная беседа». Телефон в студии Радони же я напоминаю еще раз. Ну, 8495, наверное, мы понимаем. Дальше, знакомый до многих телефон 959-5939. Вопросы идут и по телефону, вопросы вот у меня лежат тут опять, кто видит нас по телевизору, несметные уже кипы, конечно, все не ответим. Но, переходя к взрослым отношениям, я необходимые вещи рассказал. Да, нет, конечно. А вот, ну, мама трогает. Ну, мы договорились, что вместо мамы может быть все-таки бабушка на мать мамы, что важно, да. Ну, а жена-то мужа? Трогает или не трогает? Мы начали с того, что хотим сказать. Нежность и тактильность. У нас взрослая передача. И даже более. Это ведь основа крепких отношений или нет? Можно ли вообще без этого обойтись? Или возникнет ситуация накопленных обид? Или вот такая, как бы, как тоже говорят ваши коллеги, еще не чужие наступают, но уже не свои. Вот. И дальше трудно назад повернуться. А ведь мы видим и знаем, и по нашим товарищам, и да, и по себе, что это очень часто так и бывает. Жена откуда-то пришла, муж откуда-то приехал, вошел в ребенок, съел пол какого-то бублика и ушел. И где? Что? Ну, вот смотрите. Вот это такой вопрос, давайте так скажем, по откровению. Да, нежность и тактильность, это всегда, скажем, вхождение в индивидуальное пространство другого человека, да, личное пространство, каждого, которое существует. И если я позволяю кого-то впускать, то да, да, это человек мне близок. Да, в этом и есть он, близкий человек. И я, безусловно, жду тогда от этого человека предъявления того, что он мне близок. Вот, видите, как это важно. Да, и я буду на это реагировать. Если я его впускаю, а он стоит в этом, скажем, застегнувшись на все пуговицы, да, в таком, не знаю, свинцовом кителе, которому там к нему не пробиться, и он сам никак никаких проявлений того, что он близок мне не показывает, то, безусловно, у меня копится и раздражение, и обида, и вот это вот то, что я недополучаю. И даже когда в паре сходятся люди из разных семей, в которых в одной семье, в одном род, да, вот там, где принят тактильный контакт, да, там, где и гладят, и там, обнимают, и целуют, и это в порядке вещей, и это даже часто, это даже больше, чем может быть надо. Сисюкать, даже с перебором. А сисюкать очень важно, с девочками очень важно сисюкать, тогда они не будут в этой группе риска. Тактильный контакт для девочек, вот я все равно об этом скажу, очень важен, когда вот этого тактильного контакта очень много, тогда в эту группу риска она никогда не попадет. Вот, да, Гера, слушайте, трогать надо, все-таки трогать, вы говорите, тактильный контакт, ну, потому что лучше трогать и трогать, а касаться. А что такое тактильный контакт, какая-то страшная депривация, вот это, если мне все знают, и не всем приятно. А вот мы сейчас продолжим, это у нас звонок, вот я ответил, Валентин Владимирович, вот очень даже хотел вас поздравить, не прошло и два года, как наконец-то вы пригласили настоящего вообще ценного психолога, который вообще не только эту тему ведет, а вот еще по сайту «Семья любовь отечества», там тоже прекрасные ее, главное они все информативные, четкие, ясные и жизнерадостные. Потому что, Людмила Аркадьевна, подождите, вы столько дифирамбов поете вашим двум дамам, якобы психологам там, православным. Нет, нет, у нас все православные психологи, не надо, не надо. Ну, я имею в виду всех предыдущих, поэтому хотел вас поблагодарить все равно, видите, два года прошло, вот я слушаю Радонеж, два года, и вдруг услышал наконец-то вообще прекрасную просто передачу, дай бог вам и дальше так продолжать, а Людмиле Аркадьевне здоровье, ну и вам, разумеется. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо большое, они нас повеселили, да, это тоже такой контакт, эмоциональность, да, спасибо. У нас, так сказать, не знающих... У нас все великолепные. Да, 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 вот Юнатка сама говорит. Ну, продолжим, да? Нет, тем более наших священников, о чем вы говорите, так что это, я так понимаю, такой комплимент заслуженный, для меня Аркадьевна. Я решила психолога. Да, но это никак, да, не умаляет достоинства. Ну, да, не мне, не мне, но и твоему, как говорится. Да, да. Не перехваливайте нас, мы тут работаем не для этого, а вам благодарим, благодарим вас, потому что, на самом деле, доброе слово кошке приятно, а вот когда люди общаются между собой, им кажется, что, ну, если он все хорошо делает, что его хвалить? Вот если он что-то ошибся, вот мы ему там всю правду матку. Вот, ведь как получилось, в результате-то звонок и ваш ответ такой, как бы стромный. И вы у нас на семью, да? Нет, по теме нашей передачи. Да. Вот опять-таки, быть застегнутом в мундире или похвалить. Да. Вот. Или прикоснуться, вот, или поцеловать. Вот расскажите, да. Ну, на самом деле, вот мы остановились на том, что в семье... А ведь есть люди, которые не трогают друг друга. В родительской семье может быть принято так и так, да? И вот эти, скажем, привычки, которые привносят в новую семью супруги, они должны быть либо совпадать, либо, если не совпадать, то надо как-то обсуждать и как-то к этому приходить. Жена может сказать, знаешь, я просто счастлива, когда ты меня обнимаешь, да? Если муж вышел из семьи, где вообще не было этих прикосновений, он должен понимать, что это ей доставляет счастье. Очень многие наши проблемы простекают из того, что мы не обсуждаем ничего, из того, что мы ощущаем с супругом или с супругой. Мы близкие люди, но мы каждый там со своей системой знаков. Попробуй разгадай, да? Вот надулась. А что надулась? Я не понимаю, потому что у меня нет этого опыта. Я не знаю, почему она надулась. Я ее спрашиваю, отойди от меня. Или наоборот. Он швыряет все, непонятно почему. Или наоборот, смотрит холодным взглядом. Почему? Обсудите. Скажи. Ты знаешь, когда ты вот так смотришь на меня, у меня просто все обрывается, я не знаю, там, я становлюсь несчастной. Скажи об этом, что я так это испытываю. Когда она там, допустим, высокомерно ответила, а такое тоже бывает в семьях. Но я не знаю, я даже не понимаю, когда говорит, мой Иванов, там, подружке хвастается, или там говорит, а мой Иванов совсем с ума сошел, да? Все, что внутри семьи, это внутри семьи. И говорить о своем муже, рассказывать, там, кому-то на потребу, там, всяких посиделок женских обсуждений, это просто предательство. Поэтому этого делать совершенно нельзя. Вот нужно обязательно показывать своему мужу, что он герой, что он лучший мужчина в мире, что, а как иначе, если я его выбрала. И, безусловно, вот этот тактильный контакт, он снимает очень многие вещи. Знаете, есть такое стихотворение, я сейчас не помню, или Осадова, которым увлекались в 60-е годы. Да, какие-то времена. Да, вот что-то такое, если я сейчас не ошибусь, можно все еще вернуть, можно все еще исправить, только ласково взглянуть, по головушке погладить. Ну, там дальше есть еще строчки, не буду читать. Но вот это вот, хотя вот, может, давайте куплет, он раскрывает. Но в словах, глазах литых нет ни грусти, ни печали. Мы для нежности таких слишком грамотными стали. Вот это, наверное, вот состояние нашего общества, что, как я там буду, что там гладить, какая разница там вообще? Мы же поженились, что теперь? Зачем это нужно? А вот нужно на самом деле показывать, ведь то, что я тебя обнимаю, это означает, что я тебе доверяю. А то, что ты принимаешь мои объятия, это значит, что ты мне доверяешь. А когда мы находимся на дистанции, то мы просто вместе проживаем. У нас нет этой общности, и у меня не прикрыт тыл. Я знаю, что мой муж или там моя жена, да, вот он сейчас со мной в эту минуту ситуативно вместе, а потом, если что-то изменится, я не уверен в том, что он будет со мной, потому что вот того, что меня погладили, прижали, обняли, просто помолчали там рядом, прижавшись, этого нет. И я просто тогда поменял одну, скажем, равнодушную ко мне среду, которая была моей родительской семьей, где у меня не было принято объятие, на другую, такую же. И в чем мое счастье, в чем моя опора, и как я могу вообще укрепить себя, быть уверена в том, что я иду сейчас после работы домой туда, в то место, где живет и ждет меня, самый близкий мне на свете человек. Нужно обязательно любить, обнимать, целовать, говорить хорошие слова, а уж детей ласкать. Ну, вот тут нужно обязательно понимать, что девочку нужно обязательно ласкать и гладить, мальчика нужно, но не перебарщивать. Тут вот не надо же на подобном сделать, да. Ну, понятно, потому что это достаточно естественно. Нет, ну как, нет. Когда мама одинокая живет там совершенно по-другому, и тогда вот там это очень влияет потом на формирование. Ну, про мам, которые, да, привязывают к себе своих восстановлений мы говорили уже, еще будем говорить в наших передачах. Это очень важно. Это очень важный вопрос, да. Отсюда, так сказать, рождается деструкция и интимофобия определенную мучи, причем ведущих себя совершенно противоположно. Да, да, да. Одни ведут себя так, как это было. Да, и оттуда сейчас у нас в метро сидят те мальчики, которые сталкивают женщин, бегут на сиденье, садятся. Эти мальчики, которым уже по 40 лет, да, и по 20. И являют бойки, ведь таковыми не являются, сидящие в метро, и как бы тихие и благочестивые, если говорить про нашу среду, а на самом деле такими не являются. И вот тут тоже. Очень много. Ленка, давайте ответим на звонок, а потом уже, да. Ну, давайте, только быстро. Быстро уже у нас. Время. Да, 54 минуты, как в эфире мы. Говорите, пожалуйста, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер, Людмила Акадьевна. Добрый вечер, Валентин Вадимович. Людмила Акадьевна, вот твою интересную тему очень затронули. Вы знаете, вот учить взрослых людей, вот тому, что вы сейчас говорите, это, по-моему, уже бесполезно. Ведь это все вот эти качества, вот как обращаться в семье друг с другом с маленькими детьми, потом даже маленькие дети должны видеть, как обращаются их папа и мама со своими родителями, с бабушкой и дедушкой. Ведь это всех касается. И все это закладывается с детства. Понимаете, а сейчас вот... Ну, согласна, конечно, безусловно. И так вот это бесполезно. Спасибо большое. Мы же сейчас... Да, спасибо вам. Мы не учим, мы сейчас, в данном случае, это не учим взрослых людей, мы рассказываем им о том, как им помочь их детям. Вот я хочу вас спросить обязательно, время мало, мы никогда не успеваем. Так что вы тоже так более сжаты, но все-таки это очень важный вопрос. Мы все к взрослостям переходим, обещаем что-то такое вот необыкновенное, а все пока про тактильность и детей. А вот, ну, хорошо, вот у нас много вот уже лежит записок, не только гласно в эфире по телефону, который мы уже называли сегодня, но даже сейчас и не будем особенно рекламировать. В конце нашей передачи он известен вам. Вот, ну, вот письменно, понимаете? Вот, вот, смотрите, сколько вопросов, много для тех, кто не видит, ну, хорошо все это, да, правильно живут люди, да, православные, допустим, да, любят друг друга или, оп, любили, горячо, да, но одно было в 20-18 лет, помните, вы сказали про такого парня молодого в начале передачи, который 18-летний своей жене, вчерашней еще девочке не весит, сказал, ну, что ты, моя жена, что я тебе это буду ласково говорить, все трогать и ласкать. Вот, ну, это ладно, это такой случай, ну, вопиющим его назовем, а вот пишут нам, нормальное течение обстоятельств, 20 лет одно, 10 лет дурак и другое, а 20 лет, когда люди взрослые, когда вид не тот, когда и вид-то не берегут некоторые, там-то он и сказал, помните, что, что ж ты мне теперь с тобой, ты мне теперь уже и жена, а есть такая народно-простонародная теперешняя формула, смешная, в основном-то реклама Орлобики, зачем мне талия, когда муж уже есть. Вот это все без талии-то и в возрасте. То есть, как здесь-то быть? Ведь нельзя же все равно без теплых отношений. Это понятно нашему слушателю, понятно, это просекает. Он вообще это чувствует и знает, и мы об этом сегодня говорим. Но вот вопрос-то какой? Привычка, романтические и неромантические отношения. Ведь они не могут быть всегда таковыми, весенними, правильно? Вот. Внешний вид, который с возрастом меняется. Мы не говорим про испытания болезни, это даже отдельный, может быть, разговор. Мы с отцом Алексеем, помню, из Донецка говорили про семью и войну. Это разные вещи. При нормальной жизни. Вот люди начинают взрослеть, иногда стареть. И мы видим, что есть необыкновенные ласковые и нежные пары. Я помню, вот были такие соседи, которые 20 минут, им было вообще по 80 лет, не могли прожить друг без друга. А на магазин пойдет, они очень такие были, крепкие люди, слава Богу. Вот. Так он и волнуется. И в 70 лет, когда я был волновался, собственно, и всегда. Ему как-то и грустно дому. Так вот, все-таки, но все-таки существует этот вопрос. Телесность и нежность, романтичность и нежность, время и вид человеческий. Несмотря на то, что передача у нас всегда отдает предпочтение духу и духовности, в прямом смысле, слову православном, все-таки ведь человек души телесен, как учит наш церковь. И тело очень важно. Вот. Как здесь быть? Как сохранить эту нежность с возрастом? Может быть, собственно, и тело-то зависит от нежности. То есть, я что хочу сказать, мне такая мысль пришла в голову. Будет нежность, так и не покажется, что кто-то состарился. Ну, конечно, безусловно. Тут я могу только поддержать вас. Я думаю, что мы никаких америк не откроем. Просто слушая вас, я еще думала о том, что нужно, важно очень понимать, что мы тогда стараемся для другого, когда мы еще уважаем его. Тогда мы и стараемся и выглядеть хорошо, да, и стараемся его не обидеть и прикосновением в том числе, и порадовать его прикосновением. И любовь, это же все равно не влюбленности и не страсть в первую очередь. Это все равно, это жизнь вдвоем, это жизнь вместе, как единое целое. И тогда, безусловно, и ждешь мужа, жену, когда она в улочную пошла, да, и не можешь без него... И в один день потом люди умирают, жили долго и счастливо, умерли в один день. Потому что смысл жить уже потом одному невозможен, половину отрезали. Вот, поэтому нежность это наше спасение, это наш ключ к другому человеку, это наше средство, наверное, сохранить любовь и удержать семью. И другого ключа, я не знаю, я думаю, я желаю тогда нашим слушателям, чтобы они этот ключ сохранили, чтобы он... чтобы они никому не верили, что он теперь не нужен. Ну, спасибо вам, Людмила Аркадьевна, дорогая, руководитель движения «Семья любовь и Отечество», психолог православный была у нас сегодня с ней. Я беседовал, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православные беседы» и сайта, который пишет на те же темы и журнал, и сайт. И вот вдруг неожиданно в конце передачи, Людмила Аркадьевна вам все пожелала на все времена, вдруг вот Олег написал нам письменно. Ведь людям дорого то, что они имеют и не хотят потерять. Надо почаще говорить «Я тебя люблю». Многие этого не знают. Знайте, помните, не только, конечно, после нашей передачи. Любите друг друга. Ибо источник любви есть Господь Бог. Он всегда помнит о нас и любит нас. Мир вам. До свидания, дорогие радиослушатели. Любви вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова